Дорогие друзья, всем привет! Я всех приветствую на своем канале, очень вам рада. Сегодня очередное видео украшений, как вы видите, винтажных и не очень найденных мной в наших магазинах Second Hand. Я живу в Канаде, кто впервые на моем канале, и занимаюсь тем, что покупаю украшения в магазинах Second Hand. И это мое увлечение, это мое хобби. Я их не продаю, честно говоря, пока, потому что у меня появляются уже эти идеи, потому что у меня уже очень большая коллекция. Но пока что не продаю, чисто для себя собираю коллекцию. И на моем канале не только украшения винтажные, на моем канале также обзоры магазинов, всех-всех-всех, примерки, масс-маркет, одежда, все-все-все, что мы девочки любим. Но сегодня, как я уже сказала, у нас украшения, и давайте рассматривать, что я сегодня вам покажу, то, что я нашла. И вот, давайте начнем с такой вот смешного, интересного летнего ожерелья. Пластик очень приятный и очень летний, немножко детский такой, знаете, может быть и было детское. Мне кажется, это винтажное ожерелье. Единственная проблема в нем, это вот пластик, вот здесь вот, видимо, отношение от того, что его носили пожелтело на некоторых бусинах. Сколько я за него отдала? 5 долларов. Я подумала, что за 5 долларов пускай будет, потому что, ну, не знаю, мне оно очень понравилось, хотя оно, конечно, немножко такое детское. Клубнички вот эти довольно, какие, знаете, увесистые, тяжеленькие, то есть, производят впечатление чего-то такого, знаете, качественного, не просто так, какой-то, знаете, китайские клубники. Обычная вот такая вот застежка большая, довольно класс, и оно не очень длинное, а вернее, коротенькое даже совсем. Наверное, детское было когда-то, но мне кажется, что оно винтажное, мне кажется, что оно не совсем уж такое детское. В принципе, я вполне могу его надевать и носить с каким-то летним сарафаном, по-моему, очень замечательно будет. Единственное, что я попытаюсь, может быть, содой можно отмыть вот эти вот, ой, моя декорация, я тут разложила, чтобы было красивее, чтобы были цветочки. Цветочки, правда, те еще, но... Короче, вот эту желтизну, мне кажется, что можно ее отмыть с помощью... Я сейчас постараюсь навести более красивое дело это. Желтизну можно отмыть содой, и мне кажется, это будет, оно будет лучше выглядеть тогда. Вот такая вот брошь. Ой, нет у меня стучалки со мной. Ну, неважно. Я думаю, что это пластиковые вставки. Вот так она выглядит с обратной стороны. Вид с обратной стороны у нее довольно винтажный. Цены у меня на нее нету, я, по-моему, ее уже куда-то носила или, в общем, куда-то задевала. Ну, вот такая вот у нее застежечка. Вот такой вот формы. Я не знаю, говорит ли это о чем-то, но, во всяком случае, по-моему, довольно винтажный вид у нее, особенно с обратной стороны. Во всяком случае, то, что она на заклепке собранная, это уже говорит о винтаже. Хотя металл очень тонкий и очень такой, знаете, похож на как будто бы даже алюминию какой-то, но, в принципе, думаю, что, конечно, она не очень новенькая и не очень старенькая. Думаю, что где-то годов 70-х, может быть. Немножко здесь вот виден клей вокруг центрального этого кабошона. Сделан он под бирюзу. Мне даже кажется, что это стекло. Хотя вряд ли нет. Наверное, все-таки пластик, потому что оно довольно легкое. Не знаю, я сегодня снимаю не на обычном своем месте. Подложка моя тоже куда-то задевалась. В общем, полный дизастр у меня. Я не знаю, что получится из этого видео. Во всяком случае, я постараюсь показывать украшения побыстрее, потому что мне написали, что я очень долго рассматриваю, очень долго показываю все украшения. Даже те, которые особо не стоят внимания большого. Да, я постараюсь побыстрее, потому что мне тоже кажется, что я немножко затягиваю. Видео получается очень длинное. Короче, в общем, вот такое вот украшение. Украшение маркировки на нем нет, но очень симпатичная такая даже ничего себе такая брошечка. Следующая брошь. Ну вот я думаю, что она тоже винтажная. Здесь не хватает одного камушка. Видите, вот здесь я это заметила. Видите, вот здесь вот. Я это заметила. А, нет. Нет, здесь не хватает двух камушков. А может, их и не должно было быть? Видите, вот тут вот. Как будто бы не хватает двух камушков. А может быть, это так и задумано? Как вы думаете? Я это заметила после того, как купила ее. В магазине не видела. Тоже стоила очень дешево, поэтому я ее взяла. Но когда пришла домой, то увидела, что вот или не хватает. Ну, прям так они симметрично вывалились. Я даже не знаю. Трудно понять вообще, да. Но брошь очень симпатичная. Вот так вот она сделана с обратной стороны. Маркировок никаких нету. Ничего я не нашла тоже по картинке. Насчет винтажности тоже трудно сказать. Замочек, кстати, такой же, как в предыдущей. Видите, вот такой вот собачкой. Не знаю, как он правильно называется. Но она довольно красивая. Красивые зеленые кристаллы. Так вот они, видите, как переливаются, блестят. Интересная форма, интересный дизайн. Симпатичная вещь. Очень даже неплохая брошечка, по-моему, на мой взгляд. Еще одна брошь очень интересная. Ой, тут прямо отражается все. И кольцо мое, и лампа у меня тут сбоку горит. Потому что у нас сегодня, на самом деле, очень пасмурно и очень дождливо. У нас вообще очень дождливое лето. Сегодня целый день идет дождь. И очень темно на улице. Поэтому я уже включила все свои лампы, которые я могла. И все они теперь радостно отражаются вот в этой броши. Я не очень поняла, из какого она сделана материала. Если честно... У меня нет стучалки, мои девочки. Я не знаю. Я не на месте сегодня снимаю. Я уже сказала. Что это за материал, я не знаю. Давайте посмотрим на него с обратной стороны. Может быть, какой-то и пластик. Но сделано очень интересно. Очень интересно. Красивое такое строгое обрамление. Кстати, игла довольно длинная. Что, мне кажется, свидетельствует о винтажности броши. И тоже вот такая же застежка собачка. И вот эта вот вставка. Я не могу назвать ее кабошоном. Она произведет ощущение, что это что-то как будто бы металл. Но это не металл. По звуку больше похоже на пластик или керамику какую-то. Вот видите, здесь тоже с обратной стороны тоже какое-то вот такое вот есть покрытие. Как будто бы порошком каким-то натерто золотым. Не знаю. Строгая такая, знаете, викторианской формы овальный брошь. Строгая, но красивая. Вы знаете, я вам хочу сказать, что не видно как следует. Вот из-за вот этих вот ламп, которые в ней отражаются. Не видно как следует ее фактуры. А вы видите, как это красиво сделано. Вот эта вот вставка, вот этот кабошон. Как будто бы разлита бензином. Таким позолоченный бензин. Она очень интересная. Заслуживает большего внимания, чем я, наверное, ее показала. И очень трудно показать со всеми вот лампами, которые отсвечивают. Но я ничего не могу поделать, потому что у меня очень темно. Следующая брошь. Смешная, интересная брошь. Тоже не нашла никаких маркировок и не нашла никаких обозначений. Немножко иголочка у нее искривлена. И мне кажется, она немножко старенькая. Здесь не очень хороший замок. Он все время расстегивается. Я сегодня без цен. Видите, у меня какие-то вещи. Это не совсем из моих последних покупок. Из каких-то более ранних покупок, которые я уже иногда и надевала, и носила. И поэтому у меня снято вот это вот. Нету этикетки с ценой. Но тем не менее. Все они в пределах были там 5, 6, 7 долларов куплены. Если вас-то интересует цена. Вы знаете, сейчас присмотревшись к обратной стороне, я стала думать, что это компания 1928. Вы знаете, у них очень, да, скорее всего, что да. У них очень характерный вот такой вот рисунок обычно на обратной стороне изделий. Их и брошь, и кулон, и серег. Вот такие вот завитушки. Я даже не разглядела сразу. А сейчас под ярким светом при съемке я вроде бы вижу, что это, наверное, она и есть. 1928. Очаровательная совершенно брошь. Очень красивые два зеленых вот здесь вот кристалла. И очень красивые синие-сиреневые переливающиеся кристаллы. Это груша. Как вы понимаете. Висит груша, нельзя скушать. Вот такая вот красивая, прекрасивая брошечка. Очень эффектная. Следующее у нас ожерелье. Ожерелье не маркировано. И бренда его я не знаю. Стоило оно 6 долларов. Я за него заплатила. И поэтому я считаю, что стоило оно этих денег 6 долларов. Вот они так много. А ожерелье довольно интересное и красивое. Тем более, что у меня, вы знаете, у меня очень много вот таких вот золотых цепей. А серебряных как-то совсем нету. Мне кажется, что оно вдохновлялось. Тот, кто его делал, вдохновлялся чем-то. По-моему, у Тиффани или у кого-то из вот больших дорогих брендов были вот такие вот звенья, вот такое вот плетение. Не знаю, никаких маркировок, замочек вот такой щекой, вот такой. Видите, ничего нету. Никаких опознавательных знаков. Но оно довольно тяжелое. Я, наверное, сегодня буду греметь, потому что у меня нет подложки. Я сегодня, я же говорю, у меня сегодня все подевалось. Ни подложки, ни палочки. Я очень в неудобных, в неудобных, стесненных обстоятельствах. Ничего страшного, просто так вышло, так получилось. Что там, место, где я обычно снимаю, оно занято. Оно довольно тяжелое, увесистое. И такое произвело впечатление очень качественного. Хотя вот маркировок никаких нет. Красивые ожерелья, красивые звенья, интересные такие, знаете. Опять же повторюсь, тем более, что если учесть, что у меня в основном все серебряное, постараюсь аккуратненько так его выложить, чтобы не греметь. Вернее, что у меня в основном все золотое, то вот такое серебряное украшение мне было очень кстати. Следующее украшение я хочу вам показать. Я нашла вот такие вот стеклянные серьги муранского стекла. Вот это вот у меня уже с этикеткой стоили они 6 долларов. Я их купила, сейчас я вам объясню, зачем. Во-первых, мне понравилась их застежка. Они сделаны, в принципе, не просто на палочке такой с крючочком, а вот на такой вот довольно хорошей, качественной застежке, что очень удобно. Я люблю все-таки как-то, чтобы вещь была чуть-чуть более качественной. Вы знаете, возможно, это даже и самодел какой-то. Я вам сейчас объясню, почему. Потому что, видите, одна серьга вот здесь вот у нее внизу, вот такая вот шишечка. А у второй, она как-то вот так вот ездит. Или что-то потеряно, или что-то не доделали. Может быть, вот эта вот часть потерялась. Я не знаю. Дело в том, что я, во-первых, я очень люблю муранское стекло. Во-вторых, у меня есть ожерелье, тоже из Секонда, купленное какое-то время назад, с очень похожим медальоном и вообще бусинами из стекла. Вот очень похожего цвета. И увидев эти серьги, я их купила для комплекта, чтобы они были в комплект с моим ожерельем. Я вам сейчас его покажу. Вот видите, вот такое ожерелье. Вы знаете, мне, наверное, надо все подвинуть, потому что у меня уже нет места для показа. Сейчас, минуту. Так, сдвинула я свои сокровища. Видите, оно, в принципе, в памяти у меня казалось, что они абсолютно идеально подходят друг к другу. Немножечко не совсем на видео этого не видно. А в жизни я вам хочу сказать, что здесь зеленый цвет, он менее яркий. Он такой более темно-зеленый, а здесь прямо очень ярко-зеленый. Но, тем не менее, когда это надето на вас, то эта разница особо не видно. Ожерелье вот такое вот у меня. Я его тоже купила в Second'е какое-то время назад. Очень оно мне нравится. И очень я его, кстати, часто ношу. Вот такой вот у него кулон. Сделан тоже из муранского стекла. И красивые очень бусины сделаны из стекла. Видите, вот такие вот. Но вот этот зеленый очень подходит к этим серьгам. Вот бусины зеленые прямо один в один. И вы знаете, что я вам хочу сказать, что когда я стала искать по картинке вот подобные сережки, точно такие я не нашла. Но нашла очень похожие. Они довольно дорого стоят. И, в общем-то, я была удивлена. Так что даже если это и самодел какой-то, да, то я считаю, что я довольно удачно его приобрела. Потому что, в принципе, вот такие вот серьги, муранское стекло, вообще стоят довольно дорого. Следующее ожерелье, которое я вам покажу, это вот такие вот цепочки с бусинами. Я надеюсь, что я не очень сильно гремлю. Стоило оно 8 долларов. Оно маркировано. Это винтажное ожерелье De Orlan. По-моему, это канадский бренд. Вот здесь вот есть маркировка. Опять не знаю, я вам хорошо показываю правильно. Или верх ногами. Даже в очках. Даже. Ну, в общем, это De Orlan. De Orlan, De Orlan. Не знаю, как правильно произносить. Кроме маркировки, вот это очень характерная у них застежка. Бренда De Orlan. Я еще, кстати, хочу сказать, что вот видите, здесь на застежке нет никакой маркировки. А есть такой шилдик висит. И очень часто они теряются. И когда вот он теряется, то все. Вы не можете никакой произвести идентификацию украшения, колье или бут. И вот в этом вот проблема. То есть, если вы знаете, например, конфигурацию, что вот такая вот застежка характерна для бренда De Orlan. По-моему, это канадский бренд. То вы можете даже без маркировки понять и определить, что это такое. Хотя очень многие компании делают похожие. Не то, что будет там подделка. Уж не такое. Это же не гуще, чтобы подделывать. Знаете, не Шанель. Но похожие делают вот такие вот застежки на довольно известные, дорогие вот эти вот бижутерные компании. И, в общем, немножко так под них косят. Поэтому это тоже не стопроцентная гарантия. Я точно такое не нашла ожерелье. Но нашла похожие. Они тоже довольно дорого стоят. Вот такое вот интересное украшение. Очень симпатичное. Оно довольно изящное, красивое. Посмотрите, как интересно сделана цепь. Очень красивая цепочка. И вот такие вот шишечки. Оно довольно длинное. Но не очень. Знаете, такое в меру длинное. Колье. Очень красиво выглядит. Я, конечно, вам его примерю. Следующее украшение. Не буду долго рассуждать. Потому что это украшение Кора. Как я знаю. Здесь есть маркировка. Ой, пардон. Я съехала. Или маркировка. Или я по картинке нашла. А, вот маркировка. Да. Видите, украшение Кора. Купила я его, видите, за этот доллар. Потому что люди... Вот бывает так, что люди в секонде, которые вешают ценник, они не всегда работники, те, которые разбираются и понимают. Я вам вообще хочу сказать, что... Ну, вот это вот единственное, на что остается уповать и надеяться, что, в принципе, я так понимаю, что в наших секондах сейчас работают люди, которые сами занимаются тем, что... Перепродажа этих украшения... И работая в магазине, разбирая вот то, что они получают и то, что им приносят, они как бы себе откладывают то, что более или менее ценное. Видимо, и оценяют по-другому. А в зал выносят то, что, как бы, они считают, что не очень сильно можно перепродать. Не очень дорого, так скажем, сильно, да. Не очень сильно, это сильное заявление. Но при этом оценивают это все довольно большие деньги. Ну, относительно, конечно, для вещей, которые секонд-хенд. Но иногда попадаются люди, видимо, там иногда работают молодые ребята, студенты, особенно сейчас летом, которые не очень смотрят, не очень разбираются, цепляют эти цены, не глядя особенно. Знаете, отвлеклись, не посмотрели и иногда вот такие вот хорошие, можно сказать, ценные вещи продают за дешево. Вот такое вот прекрасное ожерелье кора. Посмотрите на этот опаловое стекло в центре. Прекрасное опаловое стекло. Оно бесподобно красивое, это ожерелье. Я, наверное, сейчас опять подвину все свои драгоценности, чтобы вам было лучше видно, чтобы я могла его разложить, чтобы вы могли его рассмотреть как следует. Итак, вот такое вот ожерелье. Оно сделано из довольно темного металла. У него очень интересная цепочка. Как бы, знаете, оно сделано под старинное серебро. Я не знаю, каких оно годов. Я думаю, что оно годов 60-х. И сделано оно, видите, под викторианское такое старинное колье и украшение. Оно бесподобно красивое. Вот это в центре, вот это опаловое стекло, оно просто необыкновенно красивое, конечно. С обратной стороны оно, в общем, сделано довольно просто. Обычно не представляет особой ценности. То есть не представляет особого какого-то интереса. Как довольно обычно сделано. Сделано колье. Но вот эта часть, конечно, очень красивая. Я надеюсь, что вы видите и сможете оценить. Здесь есть еще розовые камушки, желтые камушки. В общем, потрясающая красота. Я считаю, что это мне очень повезло, что я его нашла. И следующее украшение. Необыкновенное. Может быть, вы даже и не поймете этого с первого раза. Но, если честно, вот я когда его увидела в магазине, оно висело на крючочке, спокойненько висело. Стоило оно всего лишь 6 долларов. Опять же, наверное, люди, которые оценивали его, не очень поняли. Я считаю, что оно довольно ценное. Вы знаете, я не знаю, каким-то вот шестым чувством, вот посмотревшим на него, я сразу поняла, что это что-то непростое, необыкновенное. Потом я его перевернула, увидела, конечно, маркировку сзади. Разобрать ее будет трудно, но я вам сейчас прочитаю, расскажу про него все, что мне удалось найти. У него довольно-таки крупнозвенная цепь. Вот такая вот. Вот здесь вот вставки просто металлические. Есть такие металлические палочки. И замочек у него. Просто вот такой вот крючок, который можно цеплять, в общем-то, за любое звено и менять таким образом его длину. Значит, сделано оно из латуни, по-моему. И вот это вот, это стекло. Причем, по-моему, это венецианское стекло. Так я прочитала, во всяком случае, в интернете. Так там было написано про украшение этого дизайнера, которое я нашла. Выглядит довольно просто и немножко такой, знаете, примитивизм такой вот, в принципе. Но это ручная работа и это дизайнерское украшение. Сейчас я, вы любуйтесь на него, я открою свои скриншоты, которые я сделала в поисках того, что же это за мастер и что это такое. И я вам все про него расскажу. Значит, это украшение, которое называется как бы бренд Рафаэль Канада. Там это написано сзади, на обратной стороне. Вот здесь вот, на маркировке. Очень трудно это разобрать. Но это то, что здесь написано. Я нашла несколько украшений этого дизайнера. Я тут свечу свой телефон, в который я смотрю. Дизайнера зовут Рафаэль Алфандари. Он уже тоже, к сожалению, у него нет в живых. Продают их за довольно высокие деньги. Продают эти украшения за довольно высокую цену. Я нашла от 110 американских долларов до 285 канадских. Я вот нашла даже украшения. Вот. Называет его еще Рафаэль Алфандари Канада. Это очень известный, как оказалось, в узких кругах, ну, в общем, дизайнер, который делает украшения из... Вот этот металл называется брас по-английски или латунь, по-моему, по-русски. Я не уверена. Он использует стекло в своих украшениях. Это дизайнер, который родился в Израиле. Он выучился на инженера в Израиле. Потом он переехал в Канаду. И он занялся производством украшений. Свои украшения он производил в 70-80-х годах. То есть это, конечно же, винтаж. И был настолько популярен и известен, что даже известный певец Принц одно из его украшений надевал на вручение какой-то награды, музыкальной какой-то премии. То есть вот даже вот так. Я считаю, что это прекрасная, шикарная находка, которая очень ценная, даже просто по цене, потому что продает их за большие деньги. Если учесть особенно, что художник уже отошел в мир иной, то больше эти украшения никто не производит. И они довольно высоко ценятся среди коллекционеров и среди людей, которые интересуются современным бижутерным искусством, так сказать. Я считаю, что мне очень повезло наткнуться на такое украшение. И, честно говоря, глядя на него, я сразу поняла, взявши в руки, что это что-то такое достойное, ценное. Не знаю почему. В общем, может быть, это стекло в центре, может быть, какой-то... Не знаю. Видно, что это ручная работа, видно, что это как бы вот что-то такое оригинальное. Ну и, конечно, маркировка. Я, когда в магазине его увидела, я сразу по картинке не нашла, и маркировку я не разобрала. Но я поняла, что, в общем, его надо брать. И придя домой, вот как бы прочитавши все про то, что это такое, я, конечно, обрадовалась, что я его купила и не пропустила. Не упустила, так скажем. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое у нас сегодня видео, вот такой обзор, вот такие украшения. Я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вам было интересно. И до следующих встреч на моем канале, где мы рассматриваем украшения, примерки в магазинах, рассматриваем, что продается, обзоры магазинов, красивые создаем образы, видео-болталки, которые я собираюсь вернуться и начать снова снимать. Очень давно не снимала. И я надеюсь, что, если вы еще не подписаны на мой канал, то вы подпишетесь, и мы будем встречаться с вами на моих видео. Всех люблю, целую. Всем привет из Канады. С вами была Дита. Пока-пока-бай. Субтитры сделал DimaTorzok